здравствуйте уважаемые подписчики уважаемые клиенты сегодня мы находимся на острове тенерифе в городке каяус альвахи одном из самых красивых мест которые у нас существует на юге мой первый выпуск в этом году в двадцать четвертом еще раз хочу поздравить всех с наступившим новым годом кого не успела поздравить кого с кем еще не общались и сегодня у нас будет ролик который мы хотим посвятить я хочу посвятить и небольшим итогом 23 года чем все-таки закончилась экономическая история и по рынку недвижимости в испании в наших зонах и конечно же что нас ждет двадцать четвертом году я напоминаю меня зовут маргарита аникиева директор компании vim canarias наши офисы находится на острове тенерифа и также в около бенедорме эта часть провинции аликанте коммунидат валенсия одно из самых красивых мест которые существуют вообще в коммунидате валенсия с уникальным климатом и очень все похоже на остров тенерифа но побольше и пограндиознее скажем так кстати говоря мне очень многие спрашивают о том прожив 19 лет на тенерифа уже полтора года который вы прожили там в около бенедорме в чем отличие этих двух зон так вот мы решили что мы снимем отдельное видео в чем отличие по каждым по каждую позиция которая существует от климата школ бизнеса и так далее так что ждите подписывайтесь на нас и следите когда у нас выйдет большое видео именно посвященное этому мы возвращаемся к теме сегодняшнего выпуска и так 2023 год как он закончился год был достаточно странный в итоге можно сказать что он был достаточно трудным он был достаточно трудным и для застройщиков и для агентств он был достаточно может быть где-то непрогнозируемым неожиданным но по большому счету имеем то что имеем да мы пришли двадцать третьем году к пику продаж в апреле в мае прошлого года после чего началась затяжная пауза которая длилась достаточно долго и которая отразилась на итогах вообще года по общим количеством продаж в испании статистика пока подведена до октября месяца и до октября месяца мы уже шли с падением продаж по всей территории испании на 10 процентов я по сравнению с 2022 годом а 2022 год я напоминаю он был вторым рекордным годом после 2007 года за новую историю испании когда она вошла в европейский союз но мы говорим условно говоря про нашу бытность тенденция очевидно да то есть падение рынок он более-менее успокаивается гонка вооружений она останавливается это факт хотя всю испанию мы не можем мерить одинаковыми мерками одно дело это мадри другое дело каталония в каталонии между прочим одно из самых больших падений которые наблюдается тенериф и канарские острова они очень сильно выделяется спасибо нашему климата спасибо нашему атлантическому океану спасибо наверное и нам до которые так любят этот остров и помогает очень легко адаптироваться нашим клиентам нашим друзьям наши родни и так далее и так по поводу общей статистики мы сказали мы ждем когда уже объявлю будет объявлена окончательная статистика и будет касаться непосредственно коммунидадов и каждой провинции что происходит целом по испании по поводу нового жилья статистика подведена падение за прошлый год по всей испании именно по новостройкам по количеству сделок составила 4 процента но самое удивительное провинция аликанты она очень сильно выделилась в этой зоне как весь коммунидад валенсия как раз таки в коммунидаде валенсия было самое высокое увеличение количество продаж новостроева она составила 15 половиной процентов примерно и на канарских островах то же самое мы не вошли в эту пессимистическую статистику у нас то же самое на канарских островах было был рост количество операций именно по новому жилье но это прежде всего связано что эти новострои наконец-то в принципе стали строиться и появился продукт поэтому помним и делим есть статистика общая испанская и абсолютно другие тенденции могут быть в определенных зонах большое падение по количеству продаж новостроек это отразилось именно в трех регионах это мадрид это барселона и вся каталония и андалусия как ни странно тоже очень красивый теплый регион что касается туризма с туризмом у нас как раз все хорошо в наших двух основных зонах и на канарах и в около бенедорме и в целом провинции аликанда провинции аликанда вообще в прошлом году приняла на 56 процентов больше туристов чем 2022 году а тенерифа принял почти 6 миллионов туристов единственно мы не догнали еще рекорд 2017 года но все впереди но нельзя сравнивать количество туристов это замечательно все-таки рынок недвижимости он имеет немного другие тенденции сейчас мы все знаем инфляция мировые процессы и так далее и видимо это отражается на то что люди более аккуратно относятся уже покупкам вы знаете мы это освещали что у нас поменялось на канарах правительство также она поменялась и провинции аликанда провинции во всем коммунидаде валенсия пришли правоцентристы партия которая больше поддерживает бизнес и соответственно за снижение налогов я уже говорил о предыдущих своих выпусках что он коммунидаде валенсия была введена льгота на 99 процентов на налоги на дарение и на наследство и очень радуюсь что сентября 2023 года наши нынешние власти колесен канария они изменили тоже данный закон верн вернее вернулись тому что было до времени пока правили социалисты у нас возвращена льгота 99 и 9 процентов на налог на наследство и на дарение в полном объеме нет более никаких ограничений на недвижимость или на общее имущество до 300 тысяч неважно сейчас на какую сумму происходит дарение или происходит наследование на 99 и 9 процентов идет освобождение данного налога единственное хочу заметить это конечно же касается родственников 1 2 очереди то есть должны быть именно родня если вы оставляете вообще незнакомому человеку если льготы но не в таком объеме это нужно запомнить из новостей достаточно важны для тех кто рассматривает наши зоны как инвестиции это конечно туристическая аренда да на канарских островах мы ожидаем новый закон он конце этого года должен выйти и новости они не очень позитивные то есть пока то что мы видим то что объявляет наше правительство о том будут введены и ограничения и лимитирование какие-то зоны даже подпадут под полный запрет для того чтобы когда люди приобретают они могли сдавать свое жилье для туристов я не раз говорила о том что проблема с долгосрочной аренды очень серьезная она конечно же связана с другим она связана с законами по долгосрочной аренде о том что хозяева не имеют юридической защиты и так далее но автономии на данный закон не могут повлиять это национальный закон а там своя история у нас смотрите поэтому автономии вынуждены применять те меры которые у них в руках а туристическая аренда она регулируется законами именно автономии и вот на канарских островах мы это видим два важных изменения первое это ожидание нового закона предполагаю что все столицы острова будут полностью под запретом для туристической аренды скорее всего все муниципалитеты где самые большие проблемы жильем это к сожалению одехи и арона возможно будет даже какой-то либо моратории либо поставлены какие-то лимиты либо ограничения по количеству лицензии за определенный год пожалуйста следите это очень важно общаетесь с нами если вы рассматриваете покупку с этой целью пожалуйста всегда запрашивайте информацию чтобы просто не ошибиться единственный важный момент все те кто получил уже лицензии у кого они есть как нам заявляет наше правительство они не будут отозваны поэтому кто уже успел или кто сейчас момент приобретения пока закон не вступил силу можно достаточно быть расслабленным и надеемся что они выполнили свои обещания что касается около бенидорме там ситуация всегда с туристической арендой более прозрачная там есть изначально муниципалитеты где она разрешена где она не разрешена где очень четко отслеживают если количество лицензии уже превышает скажем так есть проблема с долгосрочным жильем какие-то муниципалитеты они на год или на два могут отменить и вывести из зоны где вы можете получить туристическую аренду вот на 24 год из нашей зоны интересов туда включили алтею знаменитую алтею двадцать четвертом году если вы приобретаете недвижимость зоне алтеи к сожалению подать на лицензию туристической аренды невозможно но у нас достаточно много других интересных зон поэтому за свежие актуальные информации пожалуйста обращайтесь к нам еще очень важно грустная новость это действительно грустная новость потому что не секрет самое большое количество людей которые сдают недвижимость в аренду это все-таки иностранцы не резиденты налоговые канарских островов и вы знаете что когда вы подавали декларации платили налоги по своей аренде в большинство использовала режим рефт до подходили под режим специальный экономический и налоговый и если у вас предыдущий объем дохода за прошлый год не превышал 30 тысяч вы на следующий год были освобождены от и джека от один джек это аналог ндс который у нас составляет 7 процентов так вот с этого года всех нерезидентов налоговых канарских островов вывели от этой льготы и теперь сожалению все абсолютно обязаны платить и джек и соответственно каждые три месяца отчитываться от перед налоговой то есть понятно мы все разумные люди и понимаем это тоже небольшой инструмент для того чтобы вытолкнуть людей из туристической аренды хозяев и чтобы они все-таки переходили в долгосрочную аренду эта проблема о которой можно говорить бесконечно пока мы принимаем следим напоминаем что все актуальная информация в наших офисах пожалуйста пишите звоните комментируйте и обязательно ставьте нам лайки для нас это очень и очень важно а я на этом закругляюсь напоминаю каяус альвахи сегодня самый конец января замечательная погода градусов 25 светит солнце атлантика хорошего всем дня до новых встреч а